добрый день дорогие друзья меня зовут юрий озаровский со мной лучший шашлычник черноморского побережья давайте скажем не так не лучше а самый душевный привет душевный привет у вас всех любят дорогие друзья его зовут артур если кто не узнал а сегодня мы находимся в поселке витязева лог витязь здесь остановочка также находится рядышком бфв и вы можете сюда приехать на 128 маршрутке чтобы сходить на пляж мы покажем вам один из самых тенистых проходов к морю сегодня вообще были другие планы немножко но их поменяли поэтому приглашаем с собой на прогулочку и надеюсь что вам понравится у меня немного болит спина поэтому сегодня мой верный друг не помогает даже с портфелем спасибо большое мой дорогой артуре здесь на 128 проезжает у нас еще дальше и там можно сходить еще на более дальние пляжи ну и этот очень хорош для того чтобы его посещать артурика как я и говорил выгнали с работы за того что он меня на халяву кормил шашлыком теперь он тоже безработный вот и дождались до помощника за русского пошли чем хорошо это место тем что здесь можно приехать и сесть там в тенечке передохнуть и потом продолжить на море свой путь ну и те кто отдыхает в санатории локовитесь пишите также свои отзывы будет интересно узнать может быть кто-то отдыхает вот в этих гостиницах которые с правой стороны находятся их сажим годом здесь появляется все больше и больше здесь пока еще ребята не открылись но они уже готовы к старту хотелось бы рассказать вам еще информацию о том что вот в крыму планирует не открыться 30 процентов мест размещения это по заявлению коммерсанта это очень плохие как бы новости потому что у нас тоже не сильно большой поток мы все скидываем на то что нет пока еще такой прям жаркой летней погоды чтобы к нам приезжали и отдыхали артур ты сегодня был на параллели расскажи как там вообще ну я тебе скажу честно еще людей нету ребят и не все открыли все потихоньку гонорали то какие-то от по открывается кафешки да ну чтоб прямо сказать уже много людей ну как по-честному нету рядом нету друзья если кому-то нужен шашлычник кафе бар ресторан там на выносную точку обращайтесь артура все витязел знают он ищет себе новое место работы гамлет ну вот как ты мог вот прям вот не могу поверить что такое произошло мы так в тебя верили бывает да кто бывает такое тоже жизни ничего страшного база отдыха слава с правой стороны и мы прошли еще столовую никак не получается мне сделать на нее обзор это у нас цветет каштан вот это растение не знаю как правильно называется но оно у нас произрастает на дюнах и но вот 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 уже сейчас видите зацветет розовыми такими цветочками будет очень красиво смотрится это просто великолепно дорога я сказал здесь пролегает по тенечку вот слева стакана вы можете увидеть как тополя выпустили свои листочки создали такую неповторимую атмосферу прям радости и счастья правда смотрится пока не ухоженно потому что немножко не подстригли газон с правой стороны можете увидеть камни наши любимые цветочки которые уже распустились и привлекают твоими красивыми лепестками наши взгляды вот как приятно да когда вот только все зеленеет так только видеть вот всю эту красоту и получать удовольствие глазами тебе нравится да вообще красиво на самом деле красота ну что такой грустный неужели расстроился представляешь вот бывает вот это грусть печаль тоска ну будем надеяться что все будет хорошо и мы как говорится увидим тебя с шашлыками сразу договариваться что на халяву доход за русский вы перечислить почувствую аромат артур понюхает как пахнут вот эти вот цветочки просто фантастические он понюхает вообще если цветочный аромат восхитительный класс юбки все все говорит о том что ребят пора приезжать почему так тепло делся первое честно утром когда проснулся чуть облачно было я думал на самом деле жарко ребят я просто подумал ветер будет все такое на всякие оделся ну да ладно уже что делать так давайте мы чтобы было все по-честному узнаем какая сейчас у нас температура в тени то есть двадцать и семь ну что на солнце у меня сейчас и показал вы сколько на 8 разного двадцать семь ох нужен то есть до таких температур уже прогревается работают товары курортного ассортимента можно прикупить разнообразные вещи которые могут понадобиться как я говорю всегда главное берите с собой деньги все остальное можно купить будет уже здесь собственно почему бы и нет здрасте с открытием сезона вас ребята как от нас прячется лицо прячет а почему за что здесь такое стесняется может в розыске вот любовь потеря где-то все может быть с каждым шагом и все ближе ближе здесь у нас с левой стороны находится курортная деревня она тоже раньше относилась газпрому сейчас я честно не знаю там какие-то перетрубации произошли и лук витязь и это курортная деревня как-то по-другому начали там юридически не суть короче в общем очень дорого-богато хотите отдыхать свой коттедж на берегу моря вам сюда посмотрите в интернетах здесь у нас и никак не закончится строительство и с правой стороны там огромное количество новых отелей пооткрывалась она остается считанные шаги и мы уже управлять дорогие мы дошли до пересечения с улицы с киской как я говорил там открыто несколько новых отелей надеюсь когда нас позовут на обзор и мы их вам обязательно покажем а здесь в этом году снесли дюны сделали прямой проход на пляж это приведет к уничтожению лоха серебристого к некоторые уже к сожалению погибли с моря поддувает у нас ветер морской такой бриз который приносит прохладный воздух потому что сейчас именно море регулирует нашу температуру у нас глуп уже 30 если бы не близость моря потому что море еще не прогрелась именно из-за этого такой перепад температур что красноярске у нас там тридцатка а у нас здесь еще прохладно видите сколько корней было уничтожено эти деревья все они никак не смогут полноценно получать воду люди прячутся за дюнами с этой стороны потому что от ветра тут прям вообще если спрятаться можно так же сидеть уже не посмотрите какие у нас тут облака идут у нас слушай ну по прогнозам есть дожди честно скажу не хотелось бы их будем надеяться что все будет хорошо не знаю сделали у тебя была бы проблема подняться через дюна перейти но я думаю на ворот интересно да сверху идешь на все смотришь красиво что дюны нам не важны большому сожалению получили мы вот такой проход послушайте видеть я так и не понимал что они там делают но они поменяли что ли забор сделали его не прозрачным те кто приходишь упираешься на море в забор на это просто полный трындец согласились ну да то есть следующий шаг это уже двух-трех метров и заборы выходишь такие на участке нарезанные но когда это уже все закончится зачем только все отделять территории очень обидно все это видеть стойте с той стороны называется корода помыли ресурта спа с правой стороны если там отдыхали пишите друзья здесь я так понимаю что откапывают кабель интересно чтобы починить или просто на металл не скорее всего починить будем верить лучше парни очень надо починить кабель хотя днем никто не поверит что он может своровать придумал пишите ребят обязательно как ваши ощущения когда вы упираетесь в забор через который даже не видно море проход к морю 20 метров направо ползакона мы можем пройти через их территорию не хочу лишних разговоров поэтому пойдем как все что такое закон о чем я говорю то есть при сдаче в аренду территорий возле пляжей их имеют право использовать благоустраивать ставить какие-то свои элементы на которых зарабатывают либо благоустройство для своих так сказать отдыхающих но запрещать доступ через территорию это не имеют права это водный кодекс российской федерации огласит данные правила так что это прямое нарушение нашего федерального закона за всем сожалению здесь прям везде этот трендец творится смотрите как вас по полной программе огораживаются заборами загон и загон и загон и загон и еще раз загон и готовятся пляжи к открытию 2022 сезона здесь слева справа будут волейбольные площадки на которых можно будет прийти снять ее в аренду поиграть волейбол это было примере в прошлом году машина подкорта это фургончик установлен и вовсю идут по красочные работы чтобы как можно быстрее запустить и подготовить эти пляжи к сезону 2022 с левой стороны мы видим что витязь в этом году ушел от навесов здравствуйте когда у вас открытие пляжа будет все готово 19 спасибо большое с 19 числу должно быть все уже у них готова ну не этого месяца может и этого успеет увидим неоднократно да можете видеть что появились навесы лук видите все вместо того что были аэрарии как тебе просто пришел на пляж который не для всех подряд мы пройти здесь можно было в прошлом году мы ходили спокойно прохождение турии до пропускали пьет моторёк здесь мы пришли у нас после шторма выбрасывала немножко мусор мы видим что уже несколько дней не успевает администрация все это по убирать к сожалению вот так вот он валяется ну мы отойдем вправо я всегда говорю если приходите где-то есть какие-то проблемы прогуляйтесь вдоль берега моря и здесь я так понимаю что арендаторы следующего пляжа порядочек уже навели и берег выглядит восхитительно по примере для моего видео будет прям показательно что все красиво все хорошо приходите отдыхайте вот мы видим что семья уже расположилась на лежачках и смотрят на море слушают чум прибоя это великолепно ну и пойдем поздоровимся поближе к морюшку привет морюшка как-то водичка кстати очень потеплело я как только выздоровлю в полной мере пойду купаться температура воздуха у моря 19 градусов то есть как я и говорю температура воздуха регулируется температурой воды пока буду замерять две секундочки подождите я вам предлагаю над пляжами полетать а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои, сначала, прежде чем рассказать про температуру, смотрите, если вы находите вот такие конвертики, хранилище икры для скатов. То есть вы знаете, что скаты у нас есть живые, раньше все побережье, вот особенно по весне было, вот таких вот конвертик, как мы их находили, то сейчас вот встретить большая редкость. Отпустим, вдруг там еще остались хринки для того, чтобы скаты размножались. Теперь температура воды 18,5, почти 19 градусов, то есть купальный сезон официально можно разрешать. С 18 градусов купание в море разрешено, и вода действительно прям очень теплая, прям очень комфортная. Мне считать, я даже вот сейчас заходю, не замерз. Я пошел бы и скупался, но говорим, пока не буду. У нас смотрим, что затягивают тучи, да, то есть может прийти прям к нам дождь и плохая погода. И с правой стороны такая туманность. Но будем видеть, это все-таки хорошая новость, что все будет улучшаться, море будет прогреваться, его будут еще больше чистить. Ну а теперь давайте узнаем, почему Артур остался без работы. Круто. Ребята в белых халатах с пони пришли на пляж. Классно смотрят. Это отель пляжа Релакс, по крайней мере, так название висит, даже интересно звучит. Дорогой Артурчик, расскажи, что такие... Слушай, я любуюсь, дышу воздухом. Почему не работаешь сегодня? Ой, боже мой, вот так, ребята, вот такие дела. Получается уже все, остался без работы, никто этого не ожидал, но такое тоже бывает за 15 лет. Что поделаешь, да? Насколько ты остался без работы, расскажи. Вот так, такие друзья, на один день. Почему? Некому, Юрия, помочь. Спасибо. Но я по-братски, ребята, ничего не подумайте. От души. Да. Вот так вот, Юрик попросил Артурчик, со мной пришел. Все нормально, но... Да, люди пришли загорать. Купаться, загорать с детьми в халатах, классно смотрится. Так что не переживайте, все хорошо. Артур, знаешь, сколько моря температура? Что такое? 18,5. Боже мой, такая теплая. Аж мурашки потела. Я тебе отвечаю, я зашел, и даже ни ноги не замерзли, ничего. То есть температура очень комфортная. О, смотрите, ребята, там стоят сразу же лежачки поближе к морю. Прикольно смотрятся, кстати, отдыхающие в халатах. Ну, а вам всем спасибо, что были с нами. Надеемся на хорошую погоду, на приезд вас к нам. Включите обязательно в комментариях, ждать в этом году вас или нет. Вас, честно, очень-очень сильно любим, ждем. И даже если вы едете не к нам, просто желаем вам хорошего настроения и великолепного отдыха. Всем... А, нет, подпишитесь на канал, поделитесь обязательно. И приглашаю всех на фотосессии. Сделаю красивейшие фото на память. Ну, Артурик, куда переезжает, вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Море Оз. Я уже туда видео выложил. Мы сегодня заезжали на его новое место работы. Он тоже будет у Гамлета. То есть друзья не расстаются. Да, друзья не расстаются. Все, ребят, спасибо вам. Пока-пока. Ну, а для вас еще море. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок